Всем здорова! Пожалуй, настало время рассказать об одной из самых лучших и запоминающихся игр по фильмам. Сам же фильм Джона Карпентера, The Zing, 1982 года, это один из моих любимейших жутиков, который без напряга проходит испытания временем даже сейчас. Игра же была разработана студией Computer Artworks, известных, да хрен знает чем, википедия умалчивает. В 2002 году, на PC, PS2 и Xbox. Использует The Zing движок RenderWire, на котором, ну, довольно много было сделано чего, но механика боя здесь напоминает GTA, так что буду рефлектить на неё. В общем, игра нечто, использует движок GTA Vice City. Позиционируется же она, как survival horror. Но вот её трейлер, очень шикарный, надо признать, необыкакой дерьмо с Е3. Поставлен так, что вы, несомненно, подумаете, что вас там ждёт настоящая война. Как мой папа всегда сказал, если ты хочешь работу, ты должен сделать это самостоятельно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дарвецод Ура! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О 31-й заставе пока можно забыть. Здесь у нас новый главгерой по имени Блейк. Который настолько крут, что даже в Арктике не позорит себя шапкой. Он здесь, чтобы дело делать, а не за здоровьем следить. Также с ним к миссии по поиску выживших приступают NPC-напарники трех типов. Инженер, нужный по заданиям. Медик, которого вы, несомненно, захотите таскать с собой везде. И солдат. Просто расходный материал, можете расценивать его как декорацию. Каждый NPC пытается строить из себя живого человека. Поэтому все они будут так или иначе комментировать ваши действия. Или реагировать на окружение. Здесь присутствует такая нынче модная штука, как система доверия. Если NPC доверяет Блейку, он будет прикрывать его в бою. Или следовать приказам. Коих два. Стой здесь или иди за мной. И что они делают? Но сейчас не об этом. В лучших традициях survival-хорроров а-ля классический Resident Evil у Блейка есть инвентарь. В основном всякая чушь, фонарики, фаеры, гранаты, тесты на кровь и аптечки. Но бывают еще огнетушители. Каждая вещь можно таскать только ограниченное количество, что неприятно. Пушки же можно носить в паре. Скажем, два автомата, два дробовика и так далее. Ну и делиться ими с товарищами. Короче, побродив по разрушенной базе... Не так-то сильно она и пострадала. Отряд находит героя Кита Дэвида Чайлза в виде трупа. Однако Макриди нигде нет. Видимо он оказался умнее и пошел погреться внутрь. В любом случае, команда получает приказ взорвать остатки 31-го форпоста. После чего Блейка отправляют дальше. На базу норвежцев. Там и появляются первые противники. Аналоги хэткрабов из Half-Life. Тут стоит сказать пару слов о стрельбе. Стрельбы у нас два вида. Автонаведенная и ручная. И обе одинаково плохи. При автонаведении вы просто разбрасываете пули по воздуху и вероятнее всего застрелите напарника. В режиме ручного наведения СНСА становится просто безумной. А двигаться вы перестаете. Вот почему я упоминал именно в Айсити. Найдя же выжившего медика, мы понимаем, что он нам не доверяет и требует провериться на анализаторе крови. Нелинейности тут нет, так что пришлось этот анализатор искать. И я нашел. Нихера себе! Да он наверное лидер из себя высосал. К несчастью напарники тест не проходят. Так что приходится их спалить заживо. Пожалуй теперь немного о разнообразии рядовых чудовищ. Их всего три типа. Хиткрабы, люди-мутанты и быки-мутанты, ведущие себя как танк из Left 4 Dead. Лучший и единственный способ избавиться от второго и третьего типа врагов, это расстрелять их из огнестрела до покраснения локон-оверлея, после чего спалить из огнемета. И получается это не очень, так как в 95% случаев огнеметом вы подожжете только себя. С патронами же проблемы не случаются почти никогда. Огнеметы, к примеру, раскиданы буквально повсюду, прям как в Германии 42-го. Найдя же ученого, который исследовал этот инопланетный вирус, солдаты США вяжут Блейка. И каноническое нечто здесь вроде как заканчивается. Далее следует именно Half-Life. Сами посудите, на исследовательской лаборатории инопланетный вирус вырывается на свободу. Мутанты гасят ученых. Ученые готовы вам помочь. Солдаты правительства гасят всех подряд. Такая тема будет продолжаться 2-3 часа, зависит от вашего скилла. Есть, конечно, несколько боссов, тактика боя против которых всегда одна. Такая же, как и с рядовыми врагами. Наконец, встретившись со своим командиром, полковником Уайтли, Блейк понимает, что последний заражен и хочет вирус распространить. Остановить же его оказывается непросто. Полковник мутирует 100-метровую осьминогину. Здесь Блейка подбирает вертолет, который будет кружить вокруг босса, пока вы поливаете его свинцом из бортового пулемета. После победы загадочный пилот представляется. Таким образом, The Zing является одной из лучших игр по кинолицензиям и весьма и весьма неплохим хоррором, который потянет даже калькулятор. В завершение хотелось бы похвалить создателей. Ведь кинолицензия дело неблагое. Разработка всего концепта будет ограничена тем, что было в фильме. И так оно и вышло. Создатели не внесли никаких новшеств ни в мир, ни в геймплей. Зато те фишки, которые они здесь применили, работают так, как надо. Обязательно сыграйте, если заинтересовало. Или переиграйте, ведь все равно хорошие сервайвл-хорроры выйдут не скоро. До скорых встреч!